Мне очень понравилось как вы играете на скрипке, на электрогитаре, на сигаретку, на скрипке, на электрогитаре, на скрипке, на скрипке, но жаль что я не окончил музыкальную школу по электрогитаре. Круто вы играете, да. Почему у вас футболиста нет? Может у нас это не репетирует? Никто не хочет с нами. Я хочу. Мне очень понравилось как вы играете. Вот, давай. Там реально текстов написано 8 миллионов. Давайте сделаем что-нибудь. А у вас есть какие-то инструменты прописаны? Смотри какие. Ну ваши, на которых вы играете. Конечно есть. Еще дашь? Сюда дашь, нет? Можно мне чуть-чуть вдохнуть? Ну что это? Ёва, сапу. Ты думаешь, так осторожно не волнуйся. Ебая, обуви напиши, да? Дорегите ваши пальцы там уже, чтобы передавать. Нихуя, сейчас там уже ничего нету, блядь. Ой. Ебать, вот ты пиздец, сейчас, блядь. Очень, очень горячо. Да не, братик, уже че-то. Очень горячо. Очень обжегся. А нет, по-моему. А вот это было... Sorry. На самом деле это работает уже. Не будем с нежным. Я могу сигаретки тебе дать. Я, например, не отхожу за сигаретку. Сейчас пальцы у меня обжегшись. Обжегшись. Толком не так. Икинь, как мы удачно совпалили. Пальцы обжегшись. Бьюти. Ты собрался? А что соберешься? Я собралась. Соберусь. Кэп, короче, походу мы не будем выступать, поедем домой. Я же уже выступил. Ты уже выступил? Когда? Вот, сейчас я вышел на перепон. Как ты переп... Я почему тебя не слышал сейчас? Слышал, что был косяк через спитер? Походу, да. Ты знаешь, больше никому не буду обращать, кроме Кэпа. Охладить пальцы. Охлади пальцы. Лил Пипа похож на Курта Кобейна. Да, похож. Я фанат Курта Кобейна. Я фанат Лил Пипа и Курта Кобейна. Я фанат... И... Олду Ди Бестер. Слеера? Нет, это... Ву Тэнг Клэн. 63... А, Ву Тэнг Клэн. Да, короче... 63... Почему? Потому что 6 плюс 3... 9 воинов. Ву Тэнг Клэн. Да, Ву Тэнг Клэнг. С... Гангста Рэп. С Брюсом Ли. Я знаю, Брюсом Ли. И все полностью банды были, блядь, формированием. А потом туда пришел Рэд Мэн. И их стало 10. А раньше они назывались Чемберс 36, блядь. Да. Ву Тэнг Клэн. Это Гангста Рэп. Вот. После всех этих продюсирований они вышли на уровень. Родился у Дед Бессетта в 97 году. Сын. Он был этому рад настолько, что, короче, перебрав все наркотики и лег в дурку. А тем временем у него рос сын. Он больше лежал в дурке, чем на концертах, блядь. После концертов приходил на сцену. Может он в наркологии лежал? Вот. Вот он-то и делал, блядь. И потом уже, блядь, когда он, переборщусь с опианатами, когда вышел альбом. Ву Тэнг Клэн. Ву Тэнг Клэн. Ву Тэнг Клэн. Как он назывался последний, где он назывался? Ву Фэмили или как? Ву Фэмили. Ву Фэмили, да. Да. В итоге, блядь, он... И потом он умер. А, нифига. Под сиропом, под ганджей, под кокаином, нахуй. Перебор. Да. У него целую энциклопедию нашей крови. В 2003 год он в 2003 году объехал. Как его звали? All the best. Нифига себе, помянем. Вот. Вот. Вот такая вот дальше, блядь, вошла инфраструктура ее просто. Люди глубоким смыслом просто, блядь, в голову ввязали фанатов. И вдохновляли просто их своим панчем. Именно панч лайнер. Именно вайп. Вот и все. Им сейчас вот 50, 51, 50. Они не старые, ни хуй, никому. 60 сейчас нет ни хуя. А за то, как они выглядят сейчас. Они вообще красавчики, блядь. В натуре его. Молодо выглядит. И после книги, когда вышла. Там охоты вы за ладо вэнгэнг. Это, короче, сингл. И я принес с собой боль. Написал, короче, этот мэн, в том, когда он, типа, блядь, типа, как он читает, потеряй глаза, но попробуй управлять этим миром. Вот это, прикинь. Вот прикинь, он, блядь, один, вот их цепляло, не вот этих пальцев, а конкретно именно посыл. Вот, вот, представляешь, блядь, управляй этим миром. Я принес с собой боль. А охоту, фигни гбаля вэнгэнгфиды Союз. Вот. Yeah. Ты представляешь? Респект. Да. И вот прикинь, какая у них история жизнь. А Wu-Tang сам придуман с фильма Wu-Tang Forever с Брюсом Ли. 9 воинов они короче жили на чемберс улице чемберс 36 бронз вот я у них было короче они придумали так что девять воинов из фильма как забытый клан 3 чем без 36 у них был клан 3 чемберс 36 ты плюс 6 9 воинов то есть пекина дури я вот на твое на молодец красиво зачитал не до вся его история всего хип-хопа лифью боролся с зависимостью от санкс нет а там уже нет ничего и тут когда у него не было момента избавиться от фанатов он спал жуткую депрессию потому что его очень сильно любили и очень сильно любили именно хотели быть с ним когда достигал момент он понял что не будет где-то в этих соцсетях сидеть он пытался избавиться от депрессии этим самым как только читав начав одни только сообщения в итоге у него появилась губуха но не справился с депрессией нет второй раз он закинулся к санкс он не отъехал его убили ему подмешали дозировку он последний эфир свой вот я избавляюсь я убал все таблетка год ищу берешь еще сфальгер дать одну тык вторую скажи мне родной если ты не знаешь дозировки как ты можешь предугадать я принимаю санкс у тебя есть санкс дома есть собой нет собой есть но мне нужно он для сна мне нужно не просто так даже чуть хорошо давай четверть дам на а может целую но сбери целую раскумарит давай за нас давая раскумаримся давай даже запить зонос но его нельзя пустым его спать сутки просто просто отрубишь его с алкоголем нельзя если ты соблюдаешь новую цепку ты просто просто ведешь активно